Что такое LEV? Английская аббревиатура, означающая легкие виды электротранспорта. Как такой электрический четырехколесный велосипед засчитает любой погоды немецкой компании Podbike? Переход к климатически нейтральному обществу является неотложной задачей и возможностью построить лучшее будущее для всех нас. Но как мы туда доберемся? Знакомьтесь, это наш электрический четырехколесный велосипед с протекцией от любой погоды. Он легкий, маневренный, комфортный. В него поместится ваш ребенок и все продукты из супермаркета. С четырьмя колесами у вас появится более высокая стабильность. Наш Podbike даст вам возможность удовлетворить все ваши ежедневные нужды, отвезти детей в школу и затовариться в магазин. Мир переходит на электрические автомобили, что, безусловно, приветствуется, но они по-прежнему дороги в эксплуатации. Самое время обратить внимание на легкие виды электротранспорта. С энергией, необходимой для того, чтобы достать буханку хлеба из пекарни, на электромобиле можно сто раз доехать до одной и той же пекарни на легком электромобиле, сказал Ян Капель, доцент факультета инженерных технологий университета Лёвен. В Брюсселе в отеле «Ренессанс» состоялась масштабная конференция «Потенциал легких электромобилей для защиты климата путем замены поездок на легковых автомобилях на примере Германии. Будущее за электричеством и светом» с участием политиков из ЕС, бельгийского уровня и представителей научного сообщества. Лева ЕУ, как торговая организация в секторе легких электромобилей, заказала отчет у известного немецкого аэрокосмического центра «Дилрей», в котором анализируется вклад, который могут нанести легковые автомобили в замену автомобильных поездок и более глубокое сокращение выбросов СО2, создание более экологичных и более пригодных для жизни перемещений. Наш первый умный велосипед. У него нет классической цепи, он городской, но также с успехом колесит по сельской местности. В основе наших действий лежит целостное понимание цифровизации, окружающей среды, урбанизации и благополучия человека. Для нас умные педальные транспортные средства, МОЧИ, представляют собой идеальное сочетание следующих элементов. Мы объединяем интеллектуальное оборудование с интеллектуальным программным обеспечением, и таким образом создаем новый опыт, обеспечивающий безопасную, полностью подключенную к сети и долгосрочную мобильность, всегда с целью соответствовать нашему названию. МОЧИ – это неологизм китайского языка, означающий что-то вроде волшебного движения. Исследование Диэл Рэй моделирует сценарий 2030 года, в котором произошел крупный переход от полноразмерных автомобилей к легковым. Для модели Диэл Рэй использовала 9 различных типов LEV, то есть электросамокат, электровелосипед, электровелосипед с возможностью перевозки груза, велосипед, мопед, мотоцикл, микрокары со скоростью 45, 90 и 125 км в час. Анализ проводился с автомобилями, доступными на рынке, заявленными к продаже в 2022 году или протестированным пилотным проектом. Для модели Диэл Рэй использовала статистические данные немецкого опроса 2017 года – Mobilität in Dachlan. Для каждой поездки на заменяемое автомобиле Диэл Рэй выбирала самый легкий LEV, который мог заменить автомобиль с учетом множества факторов, таких как багаж, пассажиры, продолжительность поездки и прочее. Из всех автомобильных поездок в опросе 97% были менее 100 км, из них 80% – менее 20. Расчет общего сокращения выбросов CO2 за поездку был агрегирован для всех поездок и масштабирован до одного года для Германии. С этой моделью Диэл Рэй обнаружил следующее. Переход от наших автомобилей к меньшему и более легкому электромобилю для нашей повседневной мобильности, будь то электронный велосипед, микроэлектронный автомобиль или скутер, сэкономит 88% энергоносителей. Казахстальное сокращение на 57 миллионов тонн – эквивалент от CO2 в год, или 44% выбросов парниковых газов, производимых автомобильными поездками. Понятно, что при более высоких амбициях и при правильной политической среде в городах, государствах-членах и на уровне ЕС, ЛЕФ могут существенно положительно повлиять на изменение климата, транспорта, а также на здоровье и благополучие граждан Европы.